Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха No drugs Нас репостнула Алена Водонаева Ты был там? Нет И я там не был Да хуя Чё за бурятский андеграунд? Именно этим вопросом я задавался пару месяцев назад, когда увидел вот эти вот работы И тогда я подозревал, что это просто граффити команда Какие-то продуманные чуваки, которые решили взять этническую тему и очень круто её раскрывать Оказалось, все совсем не так, все гораздо сложнее и интереснее. И по итогу, возможно, вы сейчас смотрите один из самых крутых видосов на моем канале. Здрасте, вы на канале Сейна, сегодня про бурятский андеграунд. Внимание всем киношникам, а особенно тем, у кого все ближе и ближе тяжкий этап поступления. Годных вуза, как известно, всего два. В ГИК и СПБ ГИКИТ. Перепоступать это совершенно не то, что хочется пожелать даже врагу вообще просто в жизни испытать по опыту своих друзей, могу сказать. При этом конкурс может доходить до 700 человек на 20 мест. Очевидно, нужна подготовка. И у меня как раз есть постоянные рекламодатели, киноворкшоп.ру, которые готовят людей именно к поступлению. И уже множество даже моих подписчиков прошли эти курсы и даже успешно поступили. И уже 25 декабря стартует онлайн-курс подготовки к поступлению на режиссуру. Очень советую вам зайти на сайт и ознакомиться со всем тем длиннющим перечнем. А там и история кино, и история режиссуры, и конкретно про отечественную, и конкретно про западную. Составление творческой папки, в общем, длиннющий список всего того, что вам необходимо для поступления, и что освоить самостоятельно, было бы просто невероятно тяжко. И особенно обращаю внимание на то, что есть онлайн-консультация по творческой папке. То есть, если вы уже составили свои работы, но просто не до конца знаете, как будут проходить туры, или насколько хороша ваша папка, то вам уделят 2 часа и профессионально разберут все, что у вас есть, и расскажут вам, что вам предстоит. Поэтому, товарищи, получайте достойное качественное образование и поступайте с первого раза. Ну или хотя бы со второго, но не с 45-го, как, я думаю, многие имеют вот таких вот знакомых. Так, переходите по ссылочке в описании, записываемся на курс, возвращаемся к ролику. Начнем с того, что вообще такое бурятский андеграунд. Это изначально паблик ВКонтакте, то есть просто с мемами про бурятию. Не более того, но постепенно он рос, обрастал всякими фишечками, атрибутикой, и постепенно начал выливаться в совершенно не относящиеся к мемам активности, в том числе в творческое объединение «Бурятский андеграунд», то есть БАТО. Эта аббревиатура составляется в бурятское имя, которое носит вот этот вот керик, то бишь персонаж, и он является символом бурятского андеграунда. Можно ли сказать в таком простом пионерском смысле, что бурятский андеграунд, он направлен на то, чтобы увеличить представленность бурятов для остальной России? Есть ли у тебя ощущение, что этой представленности самой по себе там вот малым народам, некоторым городам и вообще много чему подобному не хватает? Слушай, ну конечно, сто процентов у нас у всех такая большая история у регионов, у областей, Казахстан, Монголия, то же самое, но Монголия связана с Бурятией напрямую, Киргизия, то же самое, у всех есть национальный бэкграунд, история, которая может быть похожа с другими культурами, но в любом случае, и когда люди о ней знают, это очень здорово, потому что это все сохраняется в умах. Люди — это флешки, которые хранят информацию, и чем больше информации о конкретном регионе, народе, тем лучше, мне кажется. И человека в этом потрясающем костюме зовут Лупсан, он в этом ролике предстает вот в такой и вот в такой маске, и он один из художников, которые рисуют бурятский андеграунд, то есть он всего лишь часть творческого объединения бурятский андеграунд, которая, в свою очередь, часть гораздо большего комьюнити бурятского андеграунда, и эта комьюнити как раз-таки есть главная находка, потому что как раз-таки количество контекста и контента в разных смыслах, которые производят это самое сообщество, — это просто уму непостижимо. И конкретно я люблю барельефы с Томой, и делаю стрит-арт со своими ребятами, которые также мне помогают, Чимит, Зорик, все. А чем еще занимается бурятский андеграунд, чем не занимаешься ты? — Одежда, видео-арт, что еще? Ну вот стрит-арт, допустим. Есть блогеры у нас, чуваки, которые делают мероприятия. — Кто, допустим, является автором этого Керрика, Бату и остальных образов и так далее? То есть есть ли какая-нибудь иерархия и кто-нибудь определяющий, что войдет в бурятский андеграунд и в их творчество, а что нет? — Вот в этом, мне кажется, крутота, то, что мы достаточно свободно творим друг от друга. Единственное, наверное, мы советуемся, как сделать лучше, но не как сделать вообще. То есть нет такого, что мне кто-то запретил что-то сделать, и я это не делаю. У нас все стоит на дружбе, на полной. И история самого Бато, ну она списана с прародителя, с отца. Да, вот Бато — это создатель, все потому, что началось сообщество ВКонтакте, где ребята постили юмор, там, мемы, шутки, видосы про Бурятию и рассказывали там какие-то штуки, но для своих чисто типов. То есть это был паблик внутри Бурятии, который сейчас также популярен, и он, наверное, самый большой во ВКонтакте бурятского комьюнити диаспоры. Вот, и этот парень, ему 17 лет, он живет в Лан-О-Дэе и занимается этой группой. Это создатель? Это создатель, да. Ему сейчас 17 лет? Ему 17 лет, и я и ребята, никто с ним не виделся до сих пор. Здесь такой Бэнкси этот. Бурятской культуры? Наверное, да, но скорее он тогда Пабло Эскобар уже, Бэнкси — это я. Ну, извиняюсь, я так не буду говорить. Никогда. Кто такой Бато? Кто такой Бато? Кто такой Бато? Кто такой Бато? Писан образ с него, то есть этот 17-летний парень, родители которого не знают, что он, типа, занимается рекламой, мемами вот этим вот. Потому что там достаточно страшно, то есть если ты шутишь про какой-то определенный район, чуваки из этого района вполне могут тебе предъявить. И это интересно подметить. То, что оно из паблика, это многое говорит о проекте. С одной стороны, можно сказать, что это как-то несерьезно, мол, искусство из мемов, но здесь-то мемы про конкретную культуру, и в данном случае мемы — это не столько про насмешку, сколько про распространение, восхваление и пропаганду. И как раз-таки, ну, вы можете найти вот в этих работах, увидеть референсы ОБЭЯ, и как раз-таки пропаганда искусством — это абсолютно логика стрит-арт игры. То есть обратите внимание, как множатся и строятся эти смыслы, что из мемов и шутки может появиться стрит-арт, и дальше появившийся стрит-арт, даже если какой-то прикол, он абсолютно впишется в логику. И еще интереснее, как эта логика дальше развивается. Еще до того, как начать снимать этот видос, я посетил тусовку бурятского андеграунда. На нее был свободный вход, она проходила в обычном московском, ну, можно сказать, андеграундном баре, так это за пределами кольца, довольно подзадрищенное помещение, можно попить пиву, даже нет оплаты карты, типа, в принципе, и какая-то хавка. Я, честно говоря, думал, что это сбор для друзей-друзей-друзей-друзей-друзей-друзей, для того, чтобы все просто побухали, и они там, условно, нарисовали что-то. Но, опять же, оказалось вообще не так. Оказалось, что это какое-то просто культурное мероприятие нового уровня. Во-первых, там был бесплатный кастом одежды, то есть сам вход на мероприятие был платный, а потом ты мог прийти и на любую свою футболку, куртку, или на любой другой атрибут одежды нанести как раз лицо Бато или другие бурятские атрибуты. Хочется обратить внимание на то, что это были за атрибуты, потому что это различные бурятские символы, что-то этикетка газировки, что-то какой-то еще казенный символ или какой-то атрибут, который всем бурятам понятен. Ну как, если бы я в условной там Швеции делал воркшоп и фигачил бы пачки соды, которые вот все русские знают, только здесь они двигают бурятскую культуру. И вот обратите внимание, это ведь не про какой-то высокий скилл, это ведь не какие-то особенные рисунки, это чисто культурные особенности, которые крутые и аутентичные за счет того, что просто настоящие, то есть просто это действительная культура. И, естественно, большая часть людей на этом мероприятии были бурятами непосредственно. Кто-то специально приехал, чтобы ивент организовывать, а многие, наоборот, живут и учатся в Москве, но сами из Бурятии. И они говорили, что на этом ивенте была прям домашняя атмосфера. И это неудивительно, потому что количество разных прям особенных атрибутов, которые вот я, например, вообще никогда до этого не видел, было просто колоссальным на этой вечеринке. И как позже выяснилось, в принципе, атрибуты, многие, будь то благовония какая-то, специфическая одежда, специфические напитки, специфическая еда, куча всего, что, несмотря на то, что находится в нашей стране, да, и, казалось бы, должна быть знакомая хоть как-то нам культура, они для Москвы супер экзотичны. Я вам расскажу вот только про три самые яркие и удивительные. Первое — это бузы. Ну вот как у нас есть пельмени, есть манты. Это, я так понимаю, ваша версия с собственной технологией, историей и логикой приготовления. Да, говорят, что бузы, они списаны с юрты национальной, ну, жилье традиционное, бурятмонгольское. Вот, но оно также имеет проявление и в Казахстане, даже есть свои виды юрт, которые по похожей технологии построены. Вот, суть просто та же. Внутри вот мясо и сверху оболочка из теста, где сверху отверстие, из которого исходит пар. Бузы бурятские, готовишь с любовью 33 раза, нежно щипнул. На самом-то деле все очень просто, мясо нарубил и в тесто завернул. Также все это время, что в мастерской, что на этой тусовке, жглись благовония, которые я лично до этого также никогда не видел, и они жгутся в специальной маленькой юрте. Это можжевельник, адис, его жгут, чтобы прогонять злых духов в дацанах, в всяких квартирах бурятских. Вот я использую для того, чтобы приятно пахло. Ну и духов тоже. А еще это единственная штука, которая пахнет при коронавирусе. То есть, ничего не пахнет, а вот она пахнет. Реально. Это магия. Юрта. Вот, мне кажется, она выглядит красиво. Она офигенная, она стоит, вот, допустим, это самая детализированная, потому что здесь есть, ну, получается, она раскрашена, в отличие от базовой модели. Здесь еще есть такая вот веревка, которая утягивает кожух на юрте в оригинале. Детали на самой юрте, то есть украшения эти, палочки тоже все. Одна часть используется в качестве курильницы для благовоний, а другая часть просто как шкатулку можно использовать, некоторые как пепельницы используются. Но это уже выбор каждого. Просто есть люди, которые думают, что вот я кладу окурок в свою пепельницу, ну, в свою, в юрту и, получается, кладу в дом. Типа это не круто. Вот, но мне кажется, это просто отношение к самому себе. То есть, если ты вообще уже куришь сигареты, ты их объединяешь с самим собой. Если ты хочешь, чтобы твой дом был без окурков, не кури. И все время тусовки вокруг то и дело кто-то говорил про шагай на адын. Шагай на адын будет? Да в конце тусовки шагай на адын. Да, будешь шагай? Оказалось, это специфическая бурятская игра, которая играется костьми барана, и чтобы была возможность играть ими в Москве, их специально везли из Улан-Удэ. Так, Костя. Костя Барановича. Кончится тем, что мне ей пизды дадут или? Не, не, просто типа игра христианна в баран, ее в Чингисхан придут. Она включена в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО, по-моему. Она очень дикая, типа, это очень старая игра. Да, это Чингисхан типа вроде. В Москве в нем никогда никто в жизни не играл, типа. И вот нам сюда их отправили, типа из Монголии сначала, потом в Улан-Удэ, потом сюда. И типа вот сейчас мы все наши тусы играем, типа. Да хуя. Шагай на адам. Шагай на адам. Шагай на адам. Игра. Впусти. Барана. Щиколотки. Всего ей пять положений есть. И самая сложная фигура, это верблюд. Она стоит вот так. Ее на некоторых даже невозможно поставить. В общем, если она выпадает, мы в Москве играем по правилам, что человек автоматически выигрывает. Какие-то бурятские штуки, как, например, вот эта национальная игра, ее начинают делать не только бурятой. Нет ли ощущения обупсевания? То, что из разряда не хотелось этим делиться? Ну, может, у кого-то есть уже одних людей. Мне кажется, чем больше людей знают о культурном наследии другой страны, тем дольше оно живет. И это же здорово. Потому что у стольких разных республик, народов, национальностей есть. Культурное наследие, которое постепенно уходит в небытие, так как бурятский язык. Как какие-то традиции. Шага Инадонны уже не играют даже особо в Бурятии. Не все знают, вот кого мы учим, кто приходит к нам в гости. Или мы куда-нибудь приезжаем. Мы учим там людей, хотя они всю жизнь прожили там-то, там-то. Некоторые просто в детстве играли когда-то. Но вообще в Бурятии, насколько я помню, даже в школах учат играть в Шаг Инадонны. И все это, казалось бы, мелочи, но из них складывается офигенная атмосфера. У чуваков огромное количество разной айдентики. И что вот лично для меня гораздо более важно, что это все очень стильно сделано. То есть вот что, по сути, это было для меня, как вот для небурята. Это было такое культурное мероприятие, как вот можно привести аналогию, как, допустим, был бы какой-нибудь день Бурятии на ВВЦ. И там бы были казенные транспаранты, пластиковые столики, там на которых были вот этим вот курсивным шрифтом, написана там история БУЗ и всего остального. На такое мероприятие я бы не пошел. А если бы пошел, ну как-нибудь там саркастично и надменно ходил, как, я думаю, и большинство из вас. Потому что, ну, выглядит не кайфово. Большая часть вот такого, как бы, вот этой истории с дружбой народов и вот истории регионов, она в основном казенная и скучная. А здесь это модное мероприятие, на котором какая-то особенная хавка, особенные благовония, вообще своя абсолютно движуха, и знаете, если бы все эти атрибуты, они были бы не национальными, а выдуманы каким-то дизайнером, да, но в таком же количестве, то есть так же много всего экзотичного и нового было, это был бы охеренный ивент. Но прикиньте, сколько сил надо вложить, чтобы все это придумать. А здесь это абсолютно, ну вот реальность, ну вот контекст. В принципе, если мы с вами говорим с позиции художников, то мне кажется, не стоит уже говорить об идеях. Можно говорить о неотработанном контексте. Есть куча вещей, именно вот таких больших контекстуальных глыб, которые либо не изучены с точки зрения искусства, либо, допустим, сейчас находятся в абсолютно колхозном состоянии. И мне кажется, здесь за примерами далеко ходить не надо. Бурянской автономной республике 55 лет. Ее столица по возрасту намного старше. Но только за последние полвека Улан-Удэ обрел зрелые черты города. Мы рисовали больших бато, там по полтора метра, извините. По полтора метра рисовали на всяких домах, которые в плохом состоянии в Бурятии. Вот. И что привело к тому, что их начали типа реставрировать, бато закрашивать, и дом типа украсили заново. Вот. Такое прикольное. Есть просто красивые какие-то работы, но, наверное, это самое крутое, потому что это принесло еще после какие-то побочки классные. Но их красили заново, чтобы уничтожить ваши работы. Да, они были уродские эти батои. Вообще, я абсолютно не горжусь этими ботом. Мы делали это в команде очень быстро. Вот. Мы справились там за часа три, наверное, всех ботов нарисовали. Есть одна работа Чингисхан, слепок Чингисхана. Я делал, это было зимой, и он получился достаточно прикольный, и до сих пор висит. Вот. Потому что Чингисхан является таким табу для обсуждения, наверное, в Бурятии. Многие его страшатся, считают богом. Вот. Что мне кажется вполне справедливо. И прям хочется отметить, что в случае с бурятским андеграундом ключевыми являются совершенно неспособность круто рисовать, круто именно производить искусство с технической точки зрения. Безусловно, чуваки техникой обладают, но по их же словам, они всему научились на Ютубе там за считанные недели. Ключевая способность это организовывать движуху. В первую очередь, бурятский андеграунд это движуха. И я еще не упоминал в этом ролике художника, который также работает над этим барельефом. Это Тома 3000. Их дуэт с Лупсаном называется Батома, несложно расшифровать. И сам Тома не имеет прямого отношения к Бурятии вообще. Просто он сработался с одним из членов бурятский андеграунд творческое объединение. И теперь они коллаборируют. И выглядят, ну по-моему, более чем органично. Они именно творчески сошлись, у них превосходная синергия, все класс. Но, если подумать, есть какие-то рандомные зеленые монстры и условный символ бурятской культуры. Какая связь? Никакой. Но в итоге выглядит, ну прям, классно. А есть какая-то история никнейма, почему так? Ну, это на французский манер имя. Просто я люблю французский. А мы с другом мутили группу электронную. И я был Тома, а он был Поль. А почему 3000? Как Нимбус? Нет. Потому что, ну, 5000 как-то пошло. 2000 как-то, ну, злобско, 3000 самый раз. 4000 вообще, типа, нахуй, 4000. Возможно ли, что Ник изменится с изменением курса? Нет. Нет. Ник остается. Это я. Я Тома 3000. Это вот, ну, отчасти это моя любимая хуйня в стрит-арте. То, что вообще непонятно, что это за херня. Написано Тома 3000 и нарисована какая-то объебузная вот эта зубастая рожа. Я, честно говоря, первое время думал, что это какая-нибудь девочка из вышки эти штуки делает. Оказалось, ну, не совсем так. Есть какая-то история у этих рожей? Почему так? Я в прошлом году перед самой пандемией заболел, лежал дома и подумал, блин, как круто, наверное, если бы золото ели, а не... Это было бы главным элементом питания. То есть, вот мы с вами едим жиры, белки, углеводы, а что было бы, если бы это было золото? Я нарисовал существ, которые могли бы это делать. Вот. Это что-то среднее между рептилоидом и какой-то ящерицей. Я просто называю их зеленые. Это зеленые. Вот. И так они обросли немножечко своим лором. То есть, в принципе, в моих картинах я пытаюсь раскрыть этот лор. Как ты сам оцениваешь то, что ты в... тусишь с бурятским андеграундом? Ну, мне нравится, мне нравится. В принципе, мы очень сошлись во взглядах. Хотя, разница нашего возраста, наверное, лет 10. Есть ли какой-то такой момент, что, ну, ты ведь этнически не бурят, и ты, получается, мог бы делать там русский андеграунд, как у волчка на кофтах написано, или что-нибудь такое? Есть ли такие мысли? Вообще, я из Удмуртии, Ижевска, Шаталот, Ижевск. Почему я не делаю Удмуртский андеграунд? Потому что, наверное, меня это не так увлекает, как Бато, как Лупсана, как Объединение Бурятский андеграунд. Хотя, культура Удмуртии очень интересная, на самом деле. Я знаю, что там одна из мест, где живет финно-угорские народы, и там проводились шаманские обряды, там много всяких капищ старых, и, наверное, это интересно, но я хочу по своему пути пойти. Ну, то есть, если тебе условно после этого ролика возьмут вдохноветься несколько чуваков из Удмуртии, создадут свою какую-то версию подобного объединения и предложат тебе коллабить, зная, что ты Удмурт, ты как к этому относишься? Ну, я не Удмурт. Ну, если предложат, можно подумать, мне будет интересно любое предложение. Например, что такое Кировская область? Что в Кировской области происходит? Хера его знает. Было бы интересно посмотреть на их культуру. Или, например, еврейская автономная область. Что это вообще? Ты был там? Нет. И я там не был. Интересно. То есть ты считаешь, что все заслуживают такой представленности и у всех хватит условно творческих мозгов и людей, которые способны это организовать, чтобы это сделать? И дело только в том, что просто чуваки не видят таких возможностей? Конечно, нет. Потому что в регионах, как правило, сидят люди безинициативные, а все инициативные люди гонят Москву. Я не знаю, почему так происходит. Это, наверное, какая-то ошибка наших властей. Я не знаю. Но в плане в Москву же можно привезти свою культуру. Там от того, что Бато оказался в Москве, он не перестал быть Бато. Это будет здорово, если кто-то привезет перепечи в Москву. Это удмуртские пирожки. Но это, конечно, не бузы, но перепечи стоят того. И здесь хочется обратить внимание на подход к творчеству. Знаете, вот кто-то годами дрочит свою рисовку, именно, чтобы идеальные линии проводить, чтобы все было супер превосходно. Дрочится, 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 и каждый раз грызет себя за то, как он провел недостаточно ровную линию. Как это недостаточно точный и круглый круг. А есть чуваки, которые взяли какую-то технику, которую никто больше не делает, просто потому, что она там забытая, а знаете, там в закромах времени на самом деле огромное количество форм искусства лежит, там которые действительно можно освоить условно за месяц. И просто с чуваком, который вот твой soulmate, да, вы сошлись как-то методом мышления, вы вместе по фану творите искусство. Вот, смотря со стороны, какой метод существования творческой личности кажется вам более привлекательным и кайфовым изнутри. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пацаны, вы делаете барельеф. Это почему? Ну, в смысле, из всех форм возможных искусства, которые есть, которые и проще, и понятнее, и так далее, вы выбрали какую-то очень архаичную с отсылкой на на что? На серебряный век. Вот у меня, по крайней мере, такая ассоциация. Можно ответить? Конечно. Это реально, ты все правильно сказал. Посмотри, что сохранилось у нас с 18 века. Только барельефы и дома. Все. Картины, они в музее где-то висят. А, например, наверняка, наверняка кто-то тогда тоже что-то писал, какие-то стихи, может быть, которые просто не дошли до нас. А это дерьмо висит. И вы подразумеваете, что эта вещь останется в такой же вечности? Пока что так. Как минимум, все наши барельефы, которые мы вешали с мая этого года, еще висят. Что для уличного искусства в Москве, ну, это такой своеобразный рекорд, потому что многим не нравится уличное искусство, и все бафует. Мне кажется, самый главный успех барельефов, типа, ну, по крайней мере, вот наших, почему их не снимают, вот я это успехом называю, это в том, что жильцы домов не против, даже иногда, мне кажется, они нас поддерживают. Не просто иногда, когда последний барельеф я приходил на второй день подкрашивать, ко мне вышел дядька с усами и сказал, блин, спасибо вам, что, ну, не наркоманы какие-то нарисовали, а что-то, что-то дельное, типа, давайте вы нам всю стену захерачите барельефами, я сказал, ну, блин, да, это идея, но, но нет, мы будем делать на других местах, мужик, прости, прости мужик с усами. Есть ли у тебя какой-нибудь художественный бэкграунд? Вообще нет, полтора года назад я решил заниматься барельефами и все свои знания подчеркнул на ютубе, чего я всем советую, на ютубе есть все, ребят, просто море информации. Мы живем в такой век, когда не нужно учиться вообще ничему, можно по верхам набраться какого-то, каких-то знаний и уже делать чего-то. Главное делать. И сколько ты уже, в принципе, занимаешься различным стрит-артом? У тебя ведь очень много разных воплощений. Полтора года. Всего полтора года? Я начал как раз, когда грянула пандемия. Особенно там делать было нечего и это отличное хобби для меня. Мне очень нравится это делать. Я в таком возрасте нахожусь, что я должен любить рыбалку и мерседесом управлять, но мне это как-то не прикалывает и я нашел вот этот путь. Мне он нравится и мне кайфово. Но при этом из разряда вне творческого образа ты живешь довольно обычной жизнью в основном. Абсолютно. Абсолютно. Я айтишник. Я работаю в айтишнике. Не буду говорить в какой. Достаточно крупной. И ну да, это как вторая жизнь получается. Как у Хана Монтаны. Примерно, примерно. Просто сообщество айтишников оно довольно консервативное. Там ребята любят пить пивко и шутить. Сексистские шуточки до сих пор в чатах. Мне это ну как не по нраву и в общем это отдушина. Это отдушина. Стрит-арт это отдушина. И Тома айтишник. Если помните, был у меня видос с художником, которого зовут Бачков Хуй и он тоже айтишник, который в свободное время занимается стрит-артом. И это тоже в тему стереотипов о творчестве. Ну сколько людей убеждены, что нужно обязательно зарабатывать своим искусством и жить исключительно на это. Справедливости ради я такой же убежденный по сути. Но вот вам действительно метод жизни, что у вас есть просто нормальная работа, на которую вам просто нормально ходить и есть отдушина в виде искусства. И вы ни в чем не отказываете, потому что там ну у вас стабильная работа, у вас нет такого, что у вас голодный месяц и какое нахер искусство, когда жрать нечего. При этом если вдруг ты станешь сказочно богат со своих работ, то нет как бы проблем с этой работой уйти. Это знаете вот больше про разбивание розовых мечт и ну реальность, в которой можно жить в гармонии с этим. Может я конечно старею, но все чаще начинаю о подобном задумываться. Первое о чем думаешь, когда видишь вот такой вот стрит-арт с огромным барельефом, что бля, сколько сил на это убитая, но при этом это может забафать, ну просто не повезло с дворником и все, этого уже нет. Окей, нас репостнула Алена Водонаева, может быть, так понятней будет. Вот, она просто как, о, ничего себе, а у нее там что? Что это у вас за творчество в хамовниках? Что за народное дворничество? Народное. И мы поняли, что все окей, так нужно двигаться дальше. Вы скорее считаете, что вы делаете подарок в Москве своей штукой или считаете, что вы скорее себя наносите на Москву. Это подарок, подарок по-любому. Это пиздец, как красиво, а он в конце будет как конфеточка блестеть. Я бы хотел, чтобы у меня во дворе такое дерьмо висело, например. Блин, настолько смешно. Охуел. Отталкиваетесь ли вы от какого-то, от какой-то реакции на вашу работу? Ну как вот сегодня много раз вспоминался Алена Водонаева, вот, в плане все равно же все равно же важно, чтобы это замечали. И как-то есть ли какие-то вещи, которые вы делаете, чтобы быть понятней сознательно? Если честно, мне вообще не важно, смотрят на мои работы или нет. Почему? Попытаюсь ответить. Это в первую очередь стрит-арт, это отдушин для меня, потому что обычная, обычная рутина, обычная работа, это возможно даже выгорание. Кто-то ходит к психотерапевту, кто-то пьет лекарства, кто-то просто находит себе хобби интересно. Я нашел стрит-арт. Да, стрит-арт хобби по-любому в качестве хобби супер используется. В плане, если, как вы говорите, ваши рельефы начнут покупать условно, это может стать вашей основной деятельностью, как у обея, например, или у многих других, как у капса и так далее. Одной по-любому не станет, одной по-любому никого не станет. Если мои доходы с искусства превысят мои доходы основной работы вообще без проблем. Я готов уйти с этого. Окей, лады. При этом сам стиль чуваков больше всего похож из живописи на наивное искусство. Это работы, которые делали непосредственно авторы с происхождением из деревни, из села и сами стили заимствуют разное народное творчество. То есть они такие немного архаичные. Вот здесь, например, событийное строение картины, то есть происходят разные действия, напоминает комикс. Похожие строения использовались в иконах, которые тоже, понимаете, ассоциируются с народным творчеством и, по крайней мере, произведенным для народа непосредственно. И вот здесь, не факт, что чуваки сами знают про наивное искусство, но очень похоже. Тоже архаичные формы, простой стиль, оно напоминает как бы много чего, как будто что-то видел, и в своей простоте оно очаровательно. Это, конечно, главная фишка. учиться на художника, это, конечно, круто, но каждый человек тоже художник. То есть, ты можешь взять карандаш и что-то нарисовать. Пальбасу. Три палочки ты сможешь нарисовать. И если они тебе понравятся, почему бы нет? мне очень нравится то, что я делал. Тематика, она относится исключительно к тому, что это ассоциируется со стилем барельефа, тот же самый, там, серебряный век и все в этом духе? Не совсем. Мы детский серебряный век, типа, как будто бы дети серебряного века, у них появились возможности и скиллы, они начали делать. Потому что здесь очень много детского, мне кажется. Мы больше ориентировались в том числе на пространство, например, углеводы мы повесили рядом с детским садом. Есть барельефы, которые просто вышли из нас за несколько минут. То есть мы сели и такие, блять, делаем углеводы. Тут будет томат, а тут батон. И все. А вот гусаров, например, мы делаем на историческое здание. Мы хотели бы, чтобы его не сняли. Хотя это историческое здание, но оно находится в отвратительном состоянии. И возможно, это как-то покажет проблему. И концепция конкретно этого барельефа, но она тоже, как и все барельефы, не особо прямо какая-то прямая понятность. Короче, это дом Плещеева. Это дом Плещеева, доходный дом. Это просто распиздяй какой-то был божатый. Он просто какие-то работы написал, поездил, от него ушла жена. Да, его жена была изображена на такой же картине с такой же рамкой и рядом почему вообще вот здесь Лермонтов и они находятся в костюмах гусаров, потому что рядом находится Лермонтовская площадь на Красных воротах и это перекликается. Помимо стрит-арта я делал видосы также про галерейные работы и вот искусство то самое высоколобое абстрактное и что там что здесь несправедливо задавать вопрос какой смысл конкретно у этой работы. То есть вот знаете когда группа пишет альбом они не то что то есть да там может быть смысл в каждой песне но что это по сути это по сути на своем данном этапе взросления как творческих единиц со своим данным пониманием звука они берут и делают пачку работ в которых по-разному его демонстрируют это по сути разные попытки лучшие из них попадают на релиз и лучшие из лучших становятся хитами со стрит артом то же самое только с хитами немного другая история то есть если есть лейт мотив какой-то какой-то смысл изначально у твоего персонажа какая-то логика серии то дальше все воплощения как бы несут то же самое стрит арт это тиражирование и дальше ты просто вставляешь свою вот эту изначальную придумку в разные другие контексты как бы пробуешь ее на разном фоне куда подойдет этот пазл и в этом поиске и состоит смысл и крутость творчества окончили мы работать над нашим барельефом вот он получился мы уже покрыли его лаком чтобы блестел вот на картинке на нашем барельефе точнее изображены бато и таман картина повторяет стиль 17-18 века и на ней изображены некие гусары образ бато списан с лермонтова тут 15 кило цемента он дико тяжелый 15 килограмм фиолетовый самый дорогой средневековый цвет наверное ну я что-то и вот эскиз первый по которому мы сделали соответственно эту работу то есть она полностью повторяет то что нам удалось ну прям вырезать так нормально вот все мне нечего добавить надо ехать и клейте да погнали клеить конкурс так вот вы можете выиграть замечательный эскиз этого барельефа настоящий вот нарисованный героями ролика кроме этого работу тамы 3000 кроме этого плакат бурятского андеграунда и кроме этого еще и стикер пак тамы 2000 и меня для этого вам нужно написать 3000 блядь для этого вам нужно написать в комменты крутую тему то бишь идею с каким-то вот нужным вам описанием для следующего барельефа пацанов самая интересная и крутая будет выбрана через неделю то есть вот в эту дату и победитель появится в моих соцсетях то бишь там вк телеграм инстаграм и естественно в инстаграме бурятского андеграунда это мы собственно участвуйте в конкурсе возвращаемся к видосу по сути каждый художник впитывает реальность пропускает ее через себя и выдает продукт как бы переваренной реальности вот такой вот кубик как вали выдавал вот так же художники со своим мировосприятием и мне кажется с точки зрения вот этого переваривания бурятский андеграунд и вот дуэт батома это прям супер крутой референс и если вы работаете существуете в какой угодно творческой сфере настоятельно рекомендую вам наподписываться на именно вот таких необычных ее представителей потому что в условном соревновании творчества побеждает не тот кто быстрее выше сильнее то бишь техничней а тот кто лучше придумал и тот кто больше сформировал вокруг себя наиболее интересного контекста и в этом плане является абсолютно честным что придумать все полностью самостоятельно или оттолкнуться от какой-то реальной культуры взять ее себе на вооружение и таким образом заиметь плюс 100 к оригинальности плюс 100 к дополнительным идеям и плюс 250 к возможности это продолжать и воплощать в каких-то новых и новых формах огромное спасибо членам моего закрытого чата которые смотрели этот видос и давали мне комментарии по поводу того что лучше с ним сделать фокус группа большая вам благодарочка второе огромное спасибо летит всем остальным моим патреонщикам которые сидят там то есть там на патреоне еще на бусти за 5 баксов и за то что поддерживаете меня и даете снимать вот такие темки про андеграунд если хотите поддержать канал то ссылки на бусти патреон в описании и низкий поклон всем тем кто досмотрел это видео до конца ребят вы делаете мою статистику а я для вас стараюсь сука два раза это переснял в прошлый раз эти сраные лампочки шимели короче все теперь меня ждет еще дохерища монтажа спасибо что досмотрели вы знаете где кнопка подписки а